Здравствуйте, уважаемые зрители канала Деревенская жизнь на хуторе, дневник казачки. Я сегодня, 16 июля, я решила посадить картошку. Дело в том, что у нас вполне можно получить второй урожай картошки. Но для этой цели не подходит та картошка, которую мы только что выкопали с грядки. Вот эту картошку я купила недавно в Магните. В общем, там стоял такой ящик, ее никто не брал, потому что она уже наросла. Я не знаю, какого она происхождения, с Египта она или еще с каких-то теплых стран. Но факт тот, что она уже прошла свой период покоя, у нее вот такие росточки. И я купила где-то чуть больше килограмма для того, чтобы ради интереса посадить свою землю, посмотреть, что с этого получится. Часть картошки у меня осталась от моего кухонного производства. Там тоже такие были наростки. В общем, я их тоже положила в это ведро и собираюсь посадить. Вот эту картошку я купила у нас в деревне. Это местная какая-то картошка. Ну, как местная, я имею в виду, что она года два выращилась на привозной. Ну, выращилась год-два на нашей земле. У нас вообще семена меняют каждые два года, потому что картошка вырождается. И это вот у женщины, она лежала в погребе, старая картошка. Часть из нее она там съела, посадила, как положено, в апреле-май. А это вот у нее тут завалялось в погребе. В общем, я у нее купила еще ведро картошки. У нее вот такие вот длинные росты, какие-то тонкие. У них кончики уже подсохли. Ну, честно говоря, я не знаю, я сомневаюсь, что получится. Вот уже вот листики. Вообще росты, конечно, не очень. Ну, мы ее все равно посадим. Вот так. Для того, чтобы получить второй урожай картошки, во-первых, нужен забег во времени, где-то месяца 3-4, чтобы было еще тепло. Но я так скажу, так как у нас сейчас климат меняется, если у нас в сентябре не будет заморозков, а их, скорее всего, не будет, потому что в последнее время осень очень теплая. У нас первые заморозки очень часто бывают только в ноябре месяце. Вот как раз на бывшие ноябрьские праздники у нас бьет мороз. Вот. Ну, а если, конечно, заморозки шарахнут в сентябре, ну, мы останемся без картошки. Но это не страшно. У нас там немножко посажена обычная картошка. Она сейчас цветет. Копать ее еще рано, потому что мы сажали ее в мае месяце. Ну, вот так. Теперь пойдемте сажать со мной картошку. У меня там есть место, куда можно ее пристроить. И сажать я буду под сену. Просто из тех соображений, что неохота возиться. Потому что под сеном это хорошо, быстро. Единственное, я сомневаюсь, что сено у меня свежее. Я боюсь, что с этого сена набросаются семена. И в следующем году у меня на огороде получится такой колосящийся лук. Мне этого, конечно, никак не надо. Ну, посмотрим, что из этого получится. Многие сажают под сено. Мы лично сажали только под солому. Вот. Это та картошка, которая завалялась у меня дома. Вот ростки, но у них кончики подсохли. Видите? Не знаю, посадим, посмотрим, что будет. Эта картошка позеленела, но плохо наросла. А вот эта красная картошка, ну, она что-то вообще туго. Вообще для любой картошки, которая на второй урожай годится, она вот только выкопанная, бесполезно ее сажать. Она не прорастет. У картошки должен пройти период покоя, месяц-полтора. Вот, смотрите. Это вот то, что я купила, я же говорю, в магните. Видите, у нее уже даже пока я купила, не было таких корней. Она лежала в пакете, проросли у нее корни. Вот такую картошку. А вот эту картошку я купила у нас в деревне. Вот, видите? Ну, тоже у нее какие-то тонюсенькие такие эти стебельки. Стебельки и подсохшие. В общем, я не знаю, что будет, я тоже ее посажу. Вот, смотри. Вот. Вот такая картошка. Сажать буду под сено, свежескошенная. Вот здесь я разложила картошку, которую купила в магните. У меня получилось 16 картошек в два ряда. Вот я их немножко так пригребла мотыги, хотя можно этого не делать. Вообще интересно, когда вот так на камеру сажаешь, а потом, когда не помнишь сорта или чего-то еще, просто открываешь видео и смотришь, что ты там посадил. Поэтому я ничего нигде фиксировать не буду. Я запомню, в смысле, я потом видео открою, увижу, что вот сюда. Я посадила 16 картошек, которые я купила вот недавно из магнита, неизвестного происхождения. То ли египетская, то ли не пойми какая. Ну, в общем, вот она будет сидеть здесь. А между морковкой мы посадим ту картошку, которая была у меня дома. Здесь я, наверное, сделаю один ряд. Потому что когда картошка вот так развалится, она не должна же затенять морковку. Вот она, эта картошка. Я сегодня накидала туда траву с полу, то ничего страшного, она засыпнет стену. Так. Вот. Продолжение следует... 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 в некоторых местах даже этого нет дальше идет голая глина у нас что-то вырастет от это вообще проблема вот тот участок на который мы сейчас пойдем мы не могли его весной даже перекопать потому что там была такая ну наезженной территории там ездили машины и у нас вообще землю можно копать только весной после дождей когда она промокла и мы туда знаете сколько навоза завезли там навоз верхний слой нами сантиметров 15 этот перегнивший перегной и когда мы сажали там газон буквально вот на пол штыка мы смогли воткнуть лопату чтобы хоть как-то перекопать на полный штык туда лопата не лезла поэтому у нас земли очень тяжелый климат у нас еще раз бы у нас жара упасать 40 градусов каждый день жары и это постоянный полив у нас мотор работает с утра до поздней ночи только ночью выключается так что у нас точно не климат для картошки но мы все равно и посадим